16 ноября в отделе традиционной народной культуры ЛАД открылась выставка украшений и аксессуаров «Бусики-колечки для милого сердечка». На выставке представлены работы 50 мастеров из Великоустюгского района и даже города Вологды. Каждая работа по-своему уникальна. Например, педагог Лариса Владимировна Березина из 4-й школы ходит в украшениях, которые изготовила своими руками на уроки. Каждая из них одевает по настроению. Украшения. Во все времена они пользовались популярностью как у женщин, так и у мужчин. Серьги и кольца, бусы и браслеты создавались из драгоценных камней и металлов. В последнее время особенно ценятся украшения, созданные своими руками. Представленные на выставке украшения выполнены мастерами в различных техниках. Вышивка, бисероплетение, шамогодская резьба по бересте, роспись, золотное шитье, сухое и мокрое валяние, поделки из фетра, гальванопластик от качества и кружевоплетение. Хочу представить вашему вниманию кружевной уголок нашей выставки. Здесь более 13 кружевницы поучаствовали, решили поучаствовать в нашей выставке аксессуаров и представили разнообразные работы. Хочу отметить интересную работу, даже она еще, можно сказать, горяченько только сошла с подушки, на которой плетутся кружева. Это шарфик синенький на черном фоне. Трегубова Валентина Ивановна торопилась прямо для этой выставки показать его, свое мастерство. Около 7 месяцев она его выполняла. Кружевной воротник выполнен Анной Александровной Алфертьевой, на котором выполнены разнообразные элементы кружевоплетения. Все работы поражают своей неповторимостью и привлекательностью. В таких украшениях можно выйти в свет на торжественные мероприятия, а также просто украсить повседневный костюм. Кроме того, любая представленная на выставке вещь станет хорошим подарком для друзей и близких. Также хочется отметить работы Ямовой Ирины Александровны. Это кошечки, выполненные в технике сухого валяния различной породы кошек. Также замечательный лисенок и зайчонок. В зале представлено 230 работ, каждая из которых хочется любоваться и обязательно примерить. По договоренности с мастерами некоторые украшения можно приобрести в личное пользование после окончания выставки, которая продлится до начала декабря. Вход свободный, без возрастных ограничений.